Между жителями сел Чуни и Цухти Плевашинского района вновь разгорелся конфликт. Проблема та же, что и прежде. Стороны не могут поделить источник воды, находящийся на их границе. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал советник председателя Народного собрания Республики Дагестан Зураб Тагибов. Вода – источник жизни, но в нашем случае она стала причиной для раздора двух соседствующих сел. В одном из них утверждают, что вода протекает на их территории, поэтому прав на нее у них больше. В другом же говорят, что они больше нуждаются в воде. Но итог один – от конфликта страдают обе стороны. Недопонимание между соседями длятся уже около 10 лет. Яблоком раздора стал источник воды, которому проходят трубы от обоих сел. Чунинцы утверждают, что источник находится на их территории, на расстоянии 80 метров от границы с селом Цухти. Цухтинцы же приводят свои доводы на владение источником, предъявляя документы 80-летней давности. Конфликт разгорелся не на шутку. Между селами произошло уже несколько стычек. Есть даже раненые. Чунинцы всячески сдерживают свою молодежь, настроенную решить вопрос силой. Чтобы эта проблема и конфликт решился без всяких эсцессов, без скандалов, надо республиканским органам решить раз и навсегда, на своем высоком уровне, четко по закону. По закону Российской Федерации. Есть уставы муниципальных образований, есть законы водных ресурсов Российской Федерации. И там четко прописано, как и что. В нашем районе наша боль, вот боль всех, которые здесь присутствуют, боль всех – это то, что ни одна организация, ни одно учреждение властное в районе, ни одна структура не шевелится для того, чтобы решить вопрос согласно закону. Они все решают вопрос так, чтобы было им полезно. Мы попали в такую трудную ситуацию, что нас никто не слышит. Народ готов на все, на любые крайности. Вот эти все наши женщины, видите, стоят здесь, потому что отсюда пошли бы мужчины туда, на этот источник. Всеми силами удерживаем наших ребят, потому что мы все матери, мы все болеем за своих детей. Ну, как сделать так, чтобы услышали наши чиновники, представители власти Левашинского района, не то, чтобы сделать что-то, они всеми силами препятствовали решению этого вопроса. Негодование чунинцев уже переливается через край. По словам жителей села, к ним вода с источника течет намного слабее, чем соседнее село. Причиной этому, по их мнению, является скрытно присоединенная труба к источнику. Чунинцы предлагали соседям разделить воду пополам, но соседи отказались. Теперь жители чунин намерены пойти на радикальные меры. Вот неделя, это народ, и ночью, и днем, постоянно вот здесь, я тоже никуда не могу отлучиться, не уехать, не приехать. У них одно требование, Алхат говорит, у нас одно требование. Общее, говорю, с этими людьми, соседями, мы ничего не хотим. Из-за того, что эти конфликты продолжались 40 лет, если общее оставим, если мы сейчас согласимся на твои уговоры отдать половину воды, эти проблемы еще хуже станут. У них есть, говорю, свой родник, метров 500 от нашего, который они не используют для сельских нужд. Пусть, говорят, они им проведут свою, а нам свою воду отделить вот эту проблему. Уже другого пути не видим, кроме как сделать, граница уже обозначена, все есть все документы, просто сделать в правовом поле, чтобы раз и навсегда этот конфликт закончился, потому что в таком тоне он будет вечно продолжаться. Дагестанское правительство, мы просим вас, пожалуйста, справедливо решайте этот вопрос. Если вот отсутствие, им это таки, если наше, нам оставьте. Выехавший на место советник председателя Народного собрания Республики Дагестан Зорат Тайгибов попытался убедить чунинцев сохранять спокойствие и не принимать опрометчивых решений. Он напомнил им, что по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдусаманда Гамидова на месте источника ведется строительство дамбы, предназначенной для снабжения водой обоих сел. Решение принято, чтобы уже эта ситуация, которая разъединяла эти два села, чтобы она ушла, чтобы она сделать, построит капитальную дамбу. Построит капитальную дамбу, новейшую дамбу, получается, десятки миллионов рублей обозначены правительством. Я думаю, они будут учтены на 2018 год. И чтобы это решение вопроса было, вот эта дамба, она снимет все эти вопросы. Она будет уже иметь две составляющие. Одна составляющая будет переходить на территорию селения Чуни, другая составляющая будет переходить на территорию селения Цухта. Послан Тайгибова, одна из главных причин утихания конфликта является попустительство местных властей. Они перемешают масштабы происходящего и оставляют конфликт без должного внимания. Она сама ситуация здесь, знаете, даже если решение какое-то на бумаге уже найдено практически, ну, сами люди уже до того уже были озлоблены, что они уже эти решения, они фактически не видят. Они уже вот эти принципиальные между собой, которые разногласия сложились, они уже на них уже уходят. Поэтому, мне кажется, здесь для решения этого вопроса, здесь один вопрос, одно такое решение есть. Представители районной администрации должны быть ближе к людям. Они должны, если надо, каждый день приезжать и в это селение, я думаю, в том селении Цухта тоже такая же ситуация. Они равноценны, что здесь ситуация, что там ситуация.